Итак, я приветствую всех, кто присоединяется к нам сегодня на наше очередное плановое занятие расстановки в китайской медицине. Этот цикл трёхмесячный, мы как-то уже так, этапом он у нас лезется к логическому такому завершению. Есть, не есть, а дальше идём по углублению. В каком контексте углубления – это расстановки Айурведа. Если говорить честно, то мы с Дашей понимаем, что эти курсы, что вот перед этим у нас были интроспективные расстановки, расстановки настройки процесса самоисцеления, далее расстановки консультирования с использованием практики системных расстановок. В принципе, все эти курсы вот за последние четыре практически года, они все об одном и том же. В каком контексте? Вот есть человек, его материальный аспект, и есть другой аспект, тонкий аспект. Поэтому, да, мы отмечаем, что у нас не один из курсов, в основном мы работаем, ну, как принято сегодня говорить, в потоке. Идём за аудиторией, за вами, точнее, не идём за вами, а предлагаем вам идти за нами вот в этом познании. Ну, что сегодня я уже говорила и буду не один раз повторять вот эту фразу, которую я услышала у Льва Клыкова. Ему больше 90 лет, неоднозначно, но у Коица, в первую очередь, умудрённый такой. Я уже лет 15 периодически слушаю его лекции, и вот он приводит, как слова Христа, говорит, тот, кто пришёл к пониманию, что он знает всё, но не знает себя, тот не знает ничего. И вот я благодарна Берту Хеллингеру в первую очередь, ну, и, конечно, ещё большому количеству учителей, уважаемых, за то, как у меня формируется вот это вот понимание, что сегодня схемы все одинаковы, схемы жизни человеческой. Вот я отправляю вас, я прикреплю эту статью, интересный молодой человек, ну, думаю, что молодой человек для меня написал статью, которую я так назвала «Тени забытых предков». И он ретроспективно, в уяве, в представлении с вами предлагает поговорить с каждым предком, который есть у нас. Ну, вот давайте сейчас на секундочку, я не буду углубляться, но примерно, если мы возьмём и представим. Скажите, лет сто назад наши кровные родственники, кто-то из них, был ведь правильно, согласны с этим? И с кровным родственником столетней давности, возможно, мы даже будем говорить почти на одном языке, ну, за исключением каких-то отдельных там оборотов речи. Значит, если мы пойдём немножко дальше, не немножко, а сильно дальше, ну, прям кинемся, скажем так, где-то там век, ну, скажем так, девятый-десятый. Наши кровные родственники, представители наших кровных родственников, там точно есть? Ну, прикиньте. И с ними мы, скорее всего, можем тоже поговорить. Ведь для того, чтобы наша жизнь сегодня состоялась, там кто-то должен был выжить и дать потомство. Вот если мы кинемся, ну, скажем так, ну, предположим, в ледниковый период, если мы так, ну, представим, вот туда-туда-туда, ледниковый период, сколько там тысяч лет назад, там же тоже был кто-то по нашей крови, и кто-то должен был дать потомство. Итак, откуда мы с вами знаем, сколько существует человечество? Мы вынуждены опираться только на то, что называется наука, какие-то исследования. Но если мы будем так без конца идти назад, вот к истокам наших клеток, есть какая-то, скорее всего, первооснова, то, что называется, жизнь зародилась. И эта первооснова в нас с вами есть или нету? Что скажете? Есть. Согласна. Теперь внимание. Когда я неоднократно прочитала эту статью, думаешь, уж я тут... Я долго искала к ней картинки. Нашла там несколько. Потому что... Да без потому что. Гляньте, посмотрите. И тут мне такая мысль болела. Как развивается плод человека? Вот человечество, человечество развивалось. Там какие-то там микробы, какие-то соединения, какая-то эволюция. В общем, продолжение. Природа развивается в первую очередь делением. Клетка что делает? Делится. Она умножается за счет деления, да? Посмотрите, как развивается плод человека. Вы в сети наверняка видели, когда соединяется яйцеклетка со сперматозотом, пошла зигота, да? И зигота проходит стадии практически те же самые, что проходило человечество. Итак, в начале у нас есть два, две клеточки, да? Потом начинается деление. А потом эти клеточки начинают как-то формироваться. И зародыш человека, если посмотреть, есть момент, когда он похож на рыбку, на жабку, на что-то вот такое этакое. У нас даже название есть в мозге. Какой мозг? Реп-ти-ло-о-ид-ны, правда? То есть что получается? Схема, по которой развивалось человечество, очень схожа с той схемой, по которой развивается зародыш, материальный зародыш человека. Я не знаю, мои ли это фантазии, но вот увидела я такую вещь. Следовательно, когда мы изучаем и понимаем устройство своей материальной части, мы приближаемся к пониманию, как устроено человечество. Вот на курсе Аюрведа, расстановки Аюрведа, там мы более плотно углубимся в понимание энергии. Причем это более плотно выглядит, и в чем-то будет проще, чем в китайской медицине. Потому что элементов-то у нас всего сколько основных? Стихи, сколько у нас основных? Ну, поднимайте. Ну, там еще мы будем про пять говорить. Эфир, пространство, неважно. Пять, да, Наташа, согласна с тобой. А вот, смотрите, там мы будем при всей сложности что-то будет очень упрощаться. А теперь еще вопрос. Вот этот ответ на этот вопрос у нас с Дашей вырос именно вот за эти три года, когда до нас дошла вот очень простая вещь. Как вы думаете, что первично? Энергетические меридианы человека, а сегодня вы с Дашей будете о них говорить в первую очередь. Так, я сейчас, кажется, зависну. Если зависну, то немножко терпения. Пока не зависла я, видно еще, кивни эти головы. Итак, смотрите, что первично? Энергетические меридианы человека или клеточки? Зигота? Меридианы. Вот Лена уверена, говорит, меридианы. Почему, Лена? Потому что сначала идет энергия, а потом на эту энергию приходит клетка. Я согласна. Это не просто энергия. Идет, есть проект. И если взять квантовую физику, то каждая клетка состоит энергией, пространства, времени, и получается клетка. Я не знаю, в какой глубине и как ты знакомилась с квантовой физикой. Я с ней столкнулась очень давно, еще лет в 19, наверное. Дом вынуждена была к ней где-то после 40 присоединиться. И сейчас иду с одним из интереснейших физиков, опять туда углубляюсь. Для чего? Для того, чтобы понять вот эти вот вещи, закона. Итак, смотрите, какой смысл? О чем я веду речь? Если человек понимает схему устройства себя, своего материального и тонкого мира, то в этом мире он будет устойчив. Потому что наше представление о мире сегодня из чего в первую очередь складывается? Из личного опыта? Или из того, что нам рассказали те, кто живет, вот, ну, науковцы, до нас, школа, вузы? Телевизор, ну, средства массовой информации и так далее. Из чего больше складывается? 90% из средств массовой информации и то, что услышали где-то. Да, так смотрите, лет 50 назад это учителя и книги, правильно? Сегодня большая часть отрывочных знаний сыпется откуда? Из сети. И очень трудно понять, так кому же верить-то? Кому верить? Я в восторге, опираюсь, вот, в первую очередь, на опыт людей, когда военный говорит, понимаете, войну в окопе, я как ротный вижу вот так. Командир батальона видит вот так. Но мы не можем видеть эту войну как генералы. Так и мы с вами. Со своего дивана действия политиков мы как-то представляем, соотносим с нашим холодильником, с возможностью кормить себя. Но это наше представление как бы снизу, вот, изнутри. Так, а что там происходит на самом деле, практика показывает, когда мы узнаем о причинах войн, обо всех тому, когда мы узнаем? Спустя большое количество времени. В следующем тысячелетии, может быть. Может быть, да. Поэтому следите за мыслью, почему я об этом говорю. Поэтому сегодня для устойчивости и для понимания этого мира, для того, чтобы видеть и уметь сравнивать бешеный поток информации, если я знаю, кто я, как я устроен, как сбалансировать свою систему, то тогда у меня будут силы на то, чтобы слушать все, смотреть все, анализировать все, что попало, а для опоры выбирать то, что соответствует опыту личному, опыту близких моей семьи. Как вам вот эта мысль? Я ее несу для того, чтобы себе быть обоснованно убедительной. Замечательно. Себе быть обоснованно убедительной. Что то, что мы предлагаем тем, кто приходит к нам, я вот на не обучение, а просвещение, наверное, больше. Обучение предполагает, если мне дали молоток, то меня должны научить, как там им стучать, да? Ну, здесь тоже это имеет быть. Но сегодня ведь на первое место выходит то, что называется понимание. Сегодня мы те дураки, которые богатеют думкой. Дурак. Кто такой дурак? Человек, одновременно идущий в непонимаемых, непонятных направлениях. Ну, я часто это повторяю. В сказках дурак кем становится? Мудрецом. Царем. В результате. Понимаете, как? На этом сказки кончаются. Дальше уже совершенно новый уровень какой-то. Мы очень ограничены в понимании жизни и так далее. Поэтому, смотрите, я дала в сети задания, в чате у нас, посмотреть работу Ирины Штанько и Андрея Штанько. Тогда курс назывался Интерспективные расстановки. Но я в начале сейчас моих слов, я предупредила вас, что у нас все равно все про одно и то же. В исследование здоровья, изучение круга усин мы пошли исключительно под толчок, вот толчок такой был, баланс. Баланс. Закон баланса. Если сбалансирована работа в системе, то будет музыка здоровья. Вот эта маленькая отправная точечка, которая позволила отработать протоколы, и вот одними из первых, я считаю, быстренько освоили и удачно. Этот курс вот интроспективно растянулся 10-2 месяца. Но Ирина и Андрей, Андрей вообще он кинезиолог, вертебролог, он хорошо знает тело, энергетику тела. Кивните головой или маякните, кто все-таки посмотрел эти две работы, успел посмотреть. На прошлой неделе я написала в общую, думаю, не увидят в общей, в личку поотправляла вам. Есть такие, кто глянули эти работы? Мне, по-моему, Оля писала, что она собиралась посмотреть. До конца не посмотрела. Там не до конца. Там я написала вам поминутно, когда начинается, вот две работы. Фистично посмотрела. Понимаете, поймите правильно. Мы вас с Дашей заданиями не перегрузили. Никакого же скача, напиши, сделай, посмотри, отчитайся, сделай. Такого не было. Может быть, это наш промах. Может быть. А вот, посмотрим. Вы все серьезные взрослые люди. Понимаете, что если какое-то задание дается, выгодно все-таки уделить ему время. Тем более, в том задании я написала. Не смотрите все сразу. Посмотрели кусочек, подумайте, зачем нам это дали, что соотнести. Это вообще закон работы с информацией, которую нужно интегрировать. Потому что сегодня понимание надо ставить на одно из первых мест, но не на самое первое. Выращиваемое понимание в любой работе с информацией, которую надо рассматривать как учебная. А для этого надо возвращаться к информации несколько раз. И каждый раз будет какая-то новая грань появляться. И в сети я постила, и вам, по-моему, там я тоже написала отзыв Ирины Штанько, что ей дал именно тот курс как опытному расстановщику, как человеку, который знает тело. Если кто-то еще не посмотрел, у меня к вам вот низкий поклон. Посмотрите. И сегодня мы с вами сделаем то, что я называю отработанным протоколом. Поэтому сейчас встряхнитесь, пожалуйста, все. Перенесите внимание на дыхание, придите в себя. И мы выполним одну, сложатся две работы, которые, в принципе, я так и позиционирую, как энергоинформационная коррекция. И это то, что работает, ну, если честно, то это работает, что мы наблюдаем, у нас уже четвертый год эти вещи работают. Работают достаточно стабильно. Это для тех, кто вникает в круг усин, для тех, кто привык уже оперировать словами энергия неформально, а понимает, что расстановки – это умение чувствовать, ощущать эту энергию. Это действительно простой протокол. Протокол последовательно с действием. И он, как правило, срабатывает как на длительный период, но чаще всего, в первую очередь, он срабатывает вот как коррекция в моменте буквально. И сейчас я сама сделаю работу, попрошу вас внимательно потом вернуться и посмотреть работу Ирины, посмотреть работу Ирины, посмотреть работу Андрея. У Ирины работа с разговорами со всеми 30 минут идет, вернее, у Андрея. У Ирины примерно так же. Не смотрите одним приемом. Итак, смысл. Смотрите, какой смысл. Вы уже пришли в себя. Вы почувствовали свое дыхание. Это и есть наш с вами настрой. Итак, смотрите, что мы непосредственно с вами будем делать. У всех картинка. Я счастлива за всех, кто или на телефоне это имеет, или распечатал себе. Мы будем, последовательность работы, мы будем выводить информацию либо о запросе, либо, в общем, некий фокус. Это может быть состояние, намерение. Это может быть запрос. Тут только чуть-чуть думать надо. И мы с вами помним, что мы выводим пять основных элементов. Там в работе вы увидите, Андрей выведет всего три элемента. Он всего выведет, всего три элемента. Почему? Там шла речь про почки. Ищем быстренько. Где у нас тут почки? Ищем, ищем. Вот. И Андрей, он работает в закрытую. Он выводит органы, которые непосредственно связаны с почками. Он выводит. Смотрите, что в первую очередь он выводит. Что на почки влияет? Селезенка. Поэтому он там ее выведет. Причем там можно было по-разному сделать. Но он выбрал всего три. Какие три? А вот посмотрите. Написано. И посмотрите, как он легко работал в этом плане. Я вам предлагаю всегда помнить. Выгодно выводить следующее. Печень. Записали, загнули пальцы. Дальше по кругу что выводим? Смотрите. Громко говорите кто-то. Сердце. Аплодисменты. Дальше по кругу что выводим? Селезенка. Да. Одновременно, когда мы выводим селезенку, мы просто помним, что здесь желудок. Когда мы выводим печень, что мы помним? Что здесь что? Желчный. Желчный пузырь. При необходимости можно распаковывать. Итак, печень, сердце, селезенка. Что дальше? Легкие. Да. И что дальше? Почки. Почки. Это основные участники нашей с вами сегодняшней расстановочной практики. Не заморачиваемся. Основная цель смотреть. Вопросы, которые сейчас будут задаваться. Первое. Обратите внимание. Общее состояние носителей информации каждого органа. Мы не выводим информацию о печени. Мы выводим информацию об энергетическом состоянии печени в настоящее время. Мы не выводим сердце. Энергетическая информация об энергетическом состоянии сердца в настоящее время. Хором. Информация об энергетическом состоянии селезенки в настоящее время. Хором. Информация об энергетическом состоянии легких в настоящее время. Информация об энергетическом состоянии почек в настоящее время. Почему я на этом настаиваю, потому что говоря о сердце, влияет на эту информацию состояние кишечника, состояние мышечных тканей сердца, состояние стенок кишечника. То есть количество информации на материальном объекте состоит из всего, из чего состоит кишечник, сердце. Поэтому нас будет интересовать только энергетическое состояние органа. Я настаиваю внимательно относиться к словам, которые мы употребляем в расстановках, потому что это наши слова обеспечивают то, что проявляется. Если мы не конкретно что-то скажем, ну и кто знает, что выйдет. А так я знаю, что это энергетическое состояние сердца. Вам это выгодно просто помнить. Выгодно просто помнить. Я уже наблюдала, как работают коллеги. Впервые с этим столкнулась. В Запорожье мы были, показывали с Ромой Белогривым, показывали. Он работал, на топчине лежал человек. Рома работал с ним как кинезиолог, а я работала как расстановщик, выводила информацию о тех органах, с которым работал Роман. А после этого коллеги начали пробовать работать так же. Но эта работа никого не увлекла. И мало кто остался в восторге от собственной работы. Как вы думаете, почему? Ваше предположение? Мне не понравилось энергетическое состояние. Нет. Для того, чтобы выводить информацию, надо с ней, надо в ней немножко разбираться. Если я ничего не знаю о бизнесе, из чего состоит, какие законы, кто как взаимодействует, какая иерархия, я могу выводить что-то про организацию, но я не буду видеть, что выходит. Если я не знаю круга усин, взаимодействия элементов, то максимум, что я могу, я даже не буду знать, насколько надо, чтобы каждый орган видел друг друга, как я могу ориентироваться, что будет происходить в процессе. У нас с вами задача, вот круг, который мы посмотрели, у нас какая взаимодача, задача основная будет, чтобы в моменте органов энергетика поменялась, у них что-то изменилось, и как минимум они стали видеть друг друга. Это тот минимум, который нужно сделать, но есть смысл делать в работе. Мы сейчас с вами на практике посмотрим. Итак, еще раз встряхнулись, почувствовали свое дыхание, я пришла в себя, все, мое тело готово, чтобы быть носителем информации. Таня Фиденко, я хочу на тебе сделать демонстрационную работу, а потом подумайте, кто захочет быть расстановщиком, кто кому предложит. Так как ты, Таня, сейчас себя чувствуешь? Сейчас спокойно. Спокойно. Ощущения в теле? Ну, никаких. Ты умерла? Нет. Ну, таких у меня особенно никаких. Еще жива, слава Богу. Откуда ты это знаешь? Ну, догадываешься. Умелюсь. Итак, внимание, на вопрос, как ты себя чувствуешь, вы и те люди, которые могут сказать, например, раз сразу внимание на тело, у меня нет неприятных ощущений, дыхание какое ровное, ну, вроде нигде не жмет, нигде не тянет. Я предлагаю тебе в качестве фокуса вывести твое состояние, которое ты испытываешь, когда Паша начинает бушевать, ну, условно говоря. Как тебе такое предложение? Тогда у тебя поднимается раздражение, когда ты чувствуешь себя неуверенно, не знаешь, как ему ответить, не знаешь, как себя вести. Это тяжелое для тебя состояние? Да. Да. Сейчас, когда я начала об этом говорить, что ты испытала? Ну, вспомнила об этом. Я, в принципе, была... Что ты сейчас испытала? Не знаю. Ну, первое, у тебя изменился голос. Твое так, твое так, было достаточно печальным для меня. Мне этого достаточно. Да. Я попрошу. Я попрошу. Пожалуйста, Ксюша, будь информацией о состоянии организма, о состоянии Тани, о состоянии Тани в моменты, когда она переживает... Ну, вот идет обострение отношений с ребенком по поводу. Он начинает там что-то говорить, она как-то себя чувствует. Пожалуйста, информация о состоянии Тани. Таня сейчас припомнит, когда это было сегодня утром, вчера днем, когда ты испытала ощущение, вот ты не знаешь, что делать рядом с Пашей в этот момент. Я это назову фокус. Итак, посмотрите, вопрос ко всем внимания. Я попросила Таню припомнить то состояние, поэтому ли, могу ли я делать назначение энергетическое состояние органа в настоящее время? Я могу так сделать назначение? Правильно, Лена? Соответственно, я буду обращаться. Итак, пожалуйста, Солу, Лена, информация о состоянии печени. О состоянии печени во время, когда... Всё, Леночка, подалек, молчи, я Леночку Солу назначаю, да, вот, и я прошу её быть. Энергетическое состояние печени Тани в момент, когда происходит, вот, я не знаю, что делать в этой ситуации рядом с сыном. Меня это огорчает, раздражает, бесит. Причём мы говорим об этом много, это же быстро происходит. Агрессия со стороны ребёнка. Агрессия со стороны ребёнка. Ну, агрессия со стороны ребёнка, это неважно. Мы тут вообще ни о чём можем... Ты просто только припомнила всё. Итак, информация... Так, Ксюша, что у тебя? Ну, как сразу меня назначили, мне захотелось выравниться. У меня такое пошло дыхание, знаете, сердцебиение, когда ты волнуешься, или как ты пробежишь, вот такое вот тревожное, вот поверхностное не тревожное сердцебиение. Притом у меня и злость внутри, и в то же время я вот так, как в пространстве глазами что-то ищу, я в растерянности. доверенности. Угу. Всё. Вот на такой сейчас... Фокус уловил состояние. Фокус уловил состояние. Печень, наблюдаю, пожалуйста, Оля Зеленкова, информация об энергетическом состоянии сердца Тани в момент вот выяснения там отношений с Пашей. Наташа Сира. Пожалуйста, ребят, на скорости работаем, чтобы мы всё успели. Что после сердца мы сейчас круг смотрели? Что назначаем? Селезёнка. Итак, пожалуйста, сердце мы назначили. Наташа Селезёнка. Что после Селезёнки? Вспоминайте круг усин, только что мы с вами смотрели. Лёгкие. Замечательно. Наташа Казакова, информация о состоянии лёгких. Энергетическая информация об энергетическом состоянии лёгких в тот момент, который мы оговорили. Угу. Хорошо. Угу. Что после лёгких? Почек. Почки. Угу. Ирина Дамир, пожалуйста, информация об энергетическом состоянии почек в тот момент, который мы оговорили. Угу. Итак, проверяйте. У нас пять органов. Всего получается у нас шесть задействовано. Клиент. Таня. Фокус. Мышите ручкой. Фокус. Молодец. И что у нас? Печень? Печень. Быстренько. Сердце? Быстренько. Оля, ты сердце. Селезёнка? Лёгкие. И я, как расстановщик, я начинаю сразу. Первое, что я вижу? Пока я назначала, я внимательнейшим образом... Если тот, кто будет работать долго, будет всё это чувствовать, да? Угу. Первое. Я обращаюсь к фокусу. На какой орган, состояние какого органа была самая большая реакция у тебя? Внимание. На сердце сразу. Фокус обратил внимание на сердце. Вот с него я опрос начну. Сердце, пожалуйста. Ощущения? Меня сразу же перекосило в левую сторону. Вот она как будто тяжелее. И в районе сердца оно такое тяжёлое-тяжёлое стало. Тяжёлое сердце меня перекашивает на левую сторону. Следующий вопрос. Здесь на скорости можно работать. Вопрос. Его обязательно задавать? Но вы уже знаете, что я могу не задавать. Сразу. Кого ты видишь, Оля? Информация о сердце. С кем ты взаимодействуешь? Кого ты видишь? Я была, наверное, вся в этих чувствах, в этом состоянии вот этого тяжёлого сердца. И я не могу ни на ком сконцентрироваться. Я не смотрю на экран. Ну, вы знаете, вот когда вы спросили, я начала замечать Таню прям. Таню саму. Теперь обратите внимание. Обратите внимание. Когда задаёшь вопросы, когда орган начнёт говорить информацию о состоянии органа, начнёт говорить. Уже что-то меняется. Сам факт выведения информации в проявленное, мы возмущаем энергию. Уже что-то меняется. Сейчас смотри, что делает сердце. Зевает. Посмотрите, что делает фокус. Что-то пошло. Какие-то изменения. Итак, а теперь я по кругу веду опрос. Я даже спрашиваю, у кого что. После сердца что я, кому я задам вопрос? Селезёнки. У меня такое состояние, как будто бы мне надо выжить. И я вся в себе. У меня такое туннельное видение. И я вот как будто бы кто-то говорит, и я начинаю на него вот так вот с усилием поворачиваться. Смотреть не хочу. Смотреть не хочу. Хорошо. После селезёнки кого я могу спросить? В принципе, можно как угодно, но мы по кругу идём. Кого после селезёнки спрашивать? Лёгкие. Пожалуйста, лёгкие. Ну вот фокус моего внимания сначала на почки, потом периодически на клиента. Они мне чем-то похожи, одни мне такие, кажутся страшные, неподвижные, мёртвые какие-то. Они не двигаются, не моргают. Обе в чёрном. И когда заговорило сердце, оно мне тоже почему-то раздражает. Ну, в общем, мне как-то не очень туда, в экран хочется смотреть. Хорошо. Что хорошо? Смотрите, что происходит. В это время у фокуса есть реакция. Пожалуйста, если у тебя есть реакция, маяку и рукой говори. Когда говорят лёгкие, что у тебя происходит в сюжете? Ну, у меня сейчас будто психика, у меня нервы. У меня это вот всё, у меня вот это, у меня в глазах сухость. Ну, я её слушаю, но у меня вот это вот всё, она говорит, они в чёрном. Я такая хочу сказать, я же тоже в чёрном, потому что не видишь. А, ты в чёрном. А, вот я сейчас тоже видела, что ты в чёрном. У меня вот это вот всё, у меня вот это чешутся глаза. Ну, в общем, я сейчас нервная. Мне хочется кричать, орать. Я бы сейчас разогнала бы половину. Они мне все мешают, так скажем. Как-то так. То есть состояние Тани в эти моменты, ребята, невыносимое. Вот как вот ящик с твоего идёт. Таня, ну, это же действительно так, правильно? Да. Да. И здесь не то, что сил не может быть. Это в первую очередь последующее, вот то, что мы называем психосоматика. Почки что? Ирочка, микрофон включай. У меня такое же состояние, как у Ксюши. Только у меня ещё всё сомлело во рту и ломит зубы. Вот как дёсна, да, зубы ноют, ноют. И такое вот какое-то пульсации. И прям язык такой большой и во рту не вмещается. Тань, ты наблюдаешь за ощущениями в теле, которые у тебя сейчас есть в моменте. И пришла пора послушать печень. Пожалуйста, Лена. Ну, как только меня назначили, у меня пошла такая трышка очень сильная. И вот как я хочу вырвать, но не могу. Вот как оно подошло, вот тут всё к горлу. И вот тут собралось, не может выйти. Очень неприятное такое состояние. Я вижу все органы, но я абсолютно не вижу фокус и клиентов. то есть я, ну, они как... Ну, я знаю, что они, я обращаюсь туда, но в принципе мне интересны органы. На них я смотрю, на них я реагирую. Клиента и фокуса я не вижу. То есть смотрите, водитель спит, водитель в обмороке, а машина продолжает ехать. Почему? Печень функционирует. Каждый орган функционирует. Но функционирует как? Сам по себе. То, что сейчас происходит, я называю, и я уверена, расстановщики, которые поймут основную идею того, чем мы с вами занимаемся, поймут основную. Это будет называться профилактика психосоматических заболеваний. И я часто говорю, как? Я не знаю, почему у тебя не разовьётся вот то, то, то или иное заболевание. Может, потому что мы сейчас что-то поменяли и включились какие процессы? Можете хором отвечать. Саморегуляции. Природные процессы. То ли поэтому, а то ли потому, что Господь так захотел. Не знаю. Но давайте посмотрим, что сейчас говорит нам фокус. Ну, когда заговорила печень про рвотный рефлекс, вот здесь я вдохнула и думаю, вот оно, оно. И сразу у меня глаза пошли на лёгкие, и вот я её вижу вот так, то есть неполное лицо вижу. И я понимаю о том, что как будто лёгкие перерезаны. То ли перерезаны, то ли не работают. Я дышать не могу из-за этого. Я сижу, вот это постоянно, я не могу дышать. Я на них смотрю, я их не вижу. Ну, вот четвёртая часть их отсутствует просто-напросто. Каждая наша эмоция обеспечивается энергией, которая даёт наше тело. Ребята, устойчивое выражение, я это не перевариваю. Вот мы сейчас это просто что видим. Поэтому, когда я нахожусь в ситуации, мной сейчас, как Ириной, движется страдание. Потому что в моменте, когда человеку плохо, он беспомощен, он неосознанно опирается на своё тело. Не, ну если не опирается, он просто сознание теряет. Когда человек сознание теряет? Когда запредельное что-то наступает. Тело говорит, слышь, от руля, давай-ка на автопилоте, я тут сам немножко сам порулю. Давайте посмотрим, что сейчас происходит. Фокус. Когда говорили органы, твоё состояние менялось. Менялось оно и сейчас. У меня вот тут всё стоит. Мне плохо. Мне тяжело дышать. Мне просто плохо. Я очень нервная. И вы знаете, я сама себе сейчас не принадлежу. Я бы сейчас, наверное, материлась бы, только материлась бы. И вот так прям хочется подорваться. И вот так вот прям вот это мне как-то выплёскивать, потому что меня разрывает. Тань, в моменты, когда у тебя есть вот эта ситуация сложная, состояние, которое описывает Ксюша, оно знакомо тебе? Или ты чуть тише это внешне переносишь? Я погашаю. То, что она говорила в начале, конечно, у меня и тревога, и растерянность одновременно. Я не знаю, что делать. и понимаю, что надо что-то делать. Вы сейчас, я надеюсь, вы понимаете меня, с чем мы имеем дело прямо сейчас. Я повторюсь сейчас. Вот она сейчас говорит, а я начинаю, у меня же голос начинает дрожать. Вот так вот у меня внутри почему-то колотит. И вот так из раза в раз формируется то, что мы называем психосоматика. Не уходим в тему, так что не сдерживаться, это другая история. Таня, я попрошу тебя сейчас выпрямиться и сказать, вот просто самой себе. Я даже не представляла, как моему организму плохо в эти моменты. Я даже не представляла, как моему организму плохо в эти моменты. У меня протест. Полностью протест, потому что она чувствует это. Она чувствует это все аж на исходе, и прям тело аж трусится, его невозможно не понять. Но у меня протест, я не знаю. Не, ну так давайте. Внимание, внимание. Напоминаю, Ксюша, Оксана сейчас говорит какими словами? Своими. Которые есть в библиотеке ее памяти. Вот мы об этом на Аюрведе, когда будем говорить о тонких телах, еще о меридианах подробнее, мы еще много раз будем обращаться. Все, что мы описываем, откуда мы эти слова берем и образы? Из библиотеки своей памяти. А как они к нам туда попали? У всех по-разному. Но в основном откуда? Извне. Поэтому будьте внимательны. Ксюша употребила слово протест. А возможно, Таня в моменте неосознанно дает себе приказ. Я не могу материться при ребенке. Или материшься при нем? Матерюсь иногда. Контрольное слово какое? Иногда. Но ты же на него не накидываешься с матами, не сцепляешься ему в волосы, не бьешь его голову об стенку. Ты же этого не делаешь. А Ксюша находится в таком состоянии, в таком состоянии. Товарищи дорогие, и очень многие родители это делают. На малыша, на подростка, накидываются с кулаком или еще как-то, тварь ты такая, и понеслось. А вы с таким никогда не встречались? У вас никогда не было желания прибить мужа, ребенка, свекровь, свекры или еще кого? То, что вы себе не позволяли, это другой вопрос. Я на собственную собаку кидаюсь. Ну, она мне героически мстит, прокусываясь, а что можно? Ну, там, зубов-то как у рыбки. Вот. То есть, это природные вещи, ребята. Итак, давайте смотреть, что происходит сейчас в процессе. То есть, что мы сделали? Вывели органы. Отследили, как фокус реагирует на эти органы? Таня, как? Смотрим на клиент. Таня, как ты себя чувствуешь сейчас? Не очень хорошо. Вообще, с самого начала, как вы начали назначать, я вдруг почувствовала голову сильнее, про которую я забыла, пока вы говорили, ну, все рассказывали, так интересно. И постепенно печень, говорил, у меня начало живот болеть впереди, справа в боку, сердце, когда сердце, говорила, сейчас какая-то невралгия в правом боку, опять же, правая половина головы. И когда я говорила, Ксюша, мне стало тяжело дышать. В общем, нехорошо я себя чувствую. То есть, обрати внимание, я благодарю тебя за мужество, здесь это очень важно. Мы туда пошли, вот в эту работу, чтобы максимально по возможности снять напряжение в каждом органе и включить то, что называется процессы саморегуляции. Говори сердце. Ребята, органы, если у кого-то движение, пишите в чате. Ну, меня немножко выровняло, все равно это за тяжесть, как будто сердце такое налито чем. И меня очень включает, что все в черном. Я смотрю на Ксюшу, на Таню, на почки. И даже как-то Сира, Наташа, она тоже волосы черные. И этот черный, он мне как-то, и тут еще пришел и кот мой черный сел возле меня. И этот черный, как-то у меня, я даже не знаю, какие он эмоции. Скажем, я на него очень сейчас обращаю внимание. Не знаю, с какого чувства, но как-то прям все. Все установки. Вопрос. Жизнь зарождается где? На свету или в темноте? В темноте. В темноте. Аплодисменты. Да, в ней история приходит. Мама, у меня проблемы. У меня ребенок рисует черным. Психология эта. Я говорю, тихо, тихо, сколько ребенку? Два года. Я вас поздравляю. Как вы думаете, почему ребенок двухлетний рисует черным? Контрастный цвет, его видно. Аплодисменты. Потому что он яркий. Для ребенка он что? Заметен. Я была в этом анекдоте, когда мне показывает мой собственный сын листочек с черной точечкой. Это белый мишка в снегу. Он говорил в том возрасте, когда он еще про мультики, про мишек просто только начал смотреть. Он приколов не знал. Я говорю, какой хороший мишка. Но он не смог, он не мог рисовать, что там оно как было. У детей своя психика. Кто понял, почему сейчас я завела этот разговор? У нас у всех есть установки психология, цветовые тесты и так далее, и так далее. Будьте внимательны. Будьте внимательны. Моя дочь очень любит розовый цвет. Кто из вас скажет, что Даша оторвана от жизни? Что она вся в мечтах? Она производит на вас такое впечатление? Нет. Ну так вот, а товарищи, которые занимаются цветотерапией и так далее, много упрекали ее. Ты в розовом, ты витаешь в облаках, ты неземная. Я говорю, Дашка, нормально, мы с тобой обе неземные. И так далее. Я завела разговор про черный цвет, именно про вас, чтобы были... Перед этим, как у нас звучало? Откуда наши установки сформированы? Что извне попало? Ага. Печень теряет силы и все ощущения усилились. Идут процессы. Какие у тебя сейчас станут ощущения в печени? Уже вот не чувствую я печень. Но мне вообще на органы смотреть не хочется. Только вас слушаю. Они тут как-то вообще так ни при чем. И вот смотрите, что сейчас происходит. Мы с вами примерно знаем, кто как взаимодействует. Наша задача вот выявили мы этот круг усилий. Наблюдаем. Что там в фокусе происходит? Ну, я как будто сейчас сижу, я прям замерла. Я правой рукой упралась в ногу. И я же говорю, я боюсь пошевелиться. Я тяжело дышу. До сих пор. На органы я не смотрю. Ирина Георгиевна, еще хочу сказать, что черные, они просто как будто как будто все из одной масти. Ну, как бы связаны все вместе. У меня не то, что на этот какой-то цвет какая-то чувствует. Вот как они со мной как бы сердце начинает устанавливать связь со всеми органами. Я вижу эту связь, что они все как связаны, но я не чувствую, что я связана. А вот они я чувствую, что как фокус, с Таней, с бочками, прям вот видно такое, ну, я так вижу. Ну, ты же в белом, конечно. Молодец, Лена. Спасибо, что пошутила. О чем идет речь? Белая пальца, да. Так. Да. Вопрос к каждому. Вопрос к каждому из назначенных. С момента, как вас назначили. Теперь на кого обращаете внимание? Печень, кого видишь? Я стала видеть фокус. Как-то вот я перестала вообще видеть всех остальных, а вот как-то фокус вообще прям так. Сердце. Сильная связь. Понимаю. Ну, я сейчас опять попала вот это состояние, ну, это мое, конечно, что-то гордыня, что-то. Теперь я вот себя чувствую, когда с печень пошутила, так ты же не такая, я говорю, как белое пальто. Я же. И сейчас я прям выровнялась, и ты там пошла у меня, типа, такая. У нас интересует... Вот обратите теперь внимание, нас интересует не наполнение слов, нас интересует, что что-то, что делает, меняется. Как? Это второй вопрос. Селезенка. Я вижу фокус и смотрю все время на печень. У меня с ней какое-то взаимодействие. Скажи ей, печень, я тебя вижу. Печень, я тебя вижу. Печень, что скажешь? Ну, она мне очень красивая, я такая, я рада, что она меня видит. Что я делаю, как расстановщик? Контакт. Наложивайте связь. Я в связь. Ребята, ну давайте в шизофрении играть не будем. Вон сидит Танечка, ее органы живут в своем режиме рыбы. Не моя фон... Мы сейчас словами меняем, что? Вибрацию. Меняем, в чем-то меняем энергию. Таня может ничего не ощущать. А вот как на диалог селезенки и печени реагирует фокус? Ну, у меня немножко стала отпускать вот эта напряженность в теле. Вот. Но я вижу печень тоже. Угу. То есть всех дел... У меня... Я вижу. У меня в правом боку болеть. Нормально. Я вижу. Всех дел, а поговорить. Всех дел, а поговорить. Таня Фиденко, предупреждаю, что любые работы такого плана, они могут какие-то обострения быть. Просто наблюдателя включаем и как относимся к тому, что возможно будет происходить? Таня, это вопрос к тебе. Спокойно. Наблюдаем. Вот нам... О, ура! Отозвалось. Итак, пожалуйста, почки. Что меняется? У меня, когда говорит сердце, мне начинают еще больше ломить зубы, особенно с правой стороны. А когда говорит печень, вот такая тяжесть вот тут в спине и начинает прямо вот как мышцы такое млеет, как анимевает. И я посмотрю на Ксюшу, на фокус. Давайте просто глянем. Давайте просто глянем. Сейчас говорили почки, так? Так? Посмотрите, на что почки обращали внимание. Видите стрелку? На сердце. Увидели, да? Не случайно почки заговорили про что? Про стрелку, про сердце. И про что почки заговорили? Про печень. Вот и все. И наша задача сейчас просто что сделать? Подождать. Как, что будет развиваться дальше? Понимаете, в чем тут простота? Если вы знаете и понимаете эти связи, вывели эти связи и просто наблюдаем. Еще можно молча смотреть. Даже если мы сейчас будем просто молчать. Но я предложила органам поговорить для того, чтобы у нас просто была вибрация. Здесь можно даже сделать следующим образом. Давайте еще раз глянем на вот эти органы, да? И выходите, где вы там у нас есть. Давайте посмотрим. Селезенка. Ты почки видишь, селезенка? Нет. Обратись к почкам и скажи, почки, я вас не вижу. Скажи раза три. Почки. Почки, я вас пока не вижу. Еще раз. Кстати, я тоже не вижу ее, селезенку. Вот так и говори, селезенка, и я тебя не вижу. Селезенка, я тебя тоже не вижу. Угу. Еще раз. Почки, я пока, я пока вас не вижу. Угу. Я сейчас смотрю на тебя, но все время я на тебя не обращала внимания. Я только-только начинаю на тебя смотреть. Только начинаю на тебя смотреть, да. Выключаем логику. Не играем ни в какие символ драмы и разные там метафорические там заманухи. Мы просто механически устанавливаем связь. Итак, пожалуйста, печень, ты видишь почки? Нашла, да. Угу. Почки. Вы видите сердце? Я сердце не вижу, я только на него реагирую, когда оно говорит. Зубами. Зубы ломит. А печень? А печень вижу. Печень такая красивая, хорошая, добрая. Поэтому за счет хорошей наследственности по печени, да, что делает печень? Печень обеспечивает более-менее звучание оркестра под названием «Организм Тани», более-менее обеспечивает музыку здоровья. Пока. Будем этому радоваться. Итак. Но мне не нравится моя печень почему-то. Угу. Я как-то там размыто вижу и вообще не нравится. Выложи руку на печень. Угу. Я сейчас не буду утяжелять нашу с вами работу. Потому что сейчас идеальный вариант предложить Тане поработать с точками по меридианам. Кто-то из вас получилось посмотреть, даже, по-моему, предлагала «12 меридианов тела человека». Обращали внимание. Сейчас можно пройтись по точкам. Потому что на демонстрационных классах, вот на Родосвете мы с Дашей делали так. Я работала с органами в кругу. Даша брала человека, выходила с ним за дверь. И там просто работала по точкам. А мы, участники мастер-класса, наблюдали, как менялось состояние человека. Я вам сейчас об этом просто пока рассказываю. Но сегодня у вас еще нет достаточных знаний, чтобы уверенно сказать. А, я сейчас вот тут вот нажму и будем наблюдать, что происходить будет. В эти вещи надо... Здесь сложность есть. Надо верить. За знанием приходит вера. Если я знаю меридианы и знаю, что надо вот тут нажать, то приходит понимание и приходит результат в виде каких-то изменений. Быстро этого не происходит. Вот положи сейчас, Таня, руку на печень. Просто скажи, дорогая моя печень, как же мало я о тебе думаю. Дорогая моя печень, как же мало я о тебе думаю. Печень, есть реакция на эти слова? А мне почему-то идет такая реакция, типа, не надо обо мне думать, о себе думай. Ну, у меня еще вот перед этим пошло такое, что вот это мое состояние, что вот это отрыжки, как я не разрешаю себе вот... Печень, это же прогнев, что я не разрешаю себе вот как-то проявляться. И оно у меня все за стоем вот это идет. И вот, что вот на слова Тани у меня, ты мне поможешь тем, что ты, ну, вот как-то проявишься. И вот потому что оно мне прям уже замучило вот это, оно тут, ну, это ужасно. То есть печень находится, печень сдавлена-подавлена. Вспоминайте фильм про вицеропротос, где доктор рассказывает про связи органов. Посмотрите, у Тани, Тань, что на печень давит? Диафрагма давит на печень? Да. Понимаешь? Да. Как расслабить диафрагму? Только дыхательными практиками, упражнениями. Потому что печени дискомфортно. Она не позволяет себе функционировать свободно. Вот сейчас идет очень сложный процесс. Очень сложный процесс. Если мы просто помолчим, то все равно состояние поменяется. Тани состояние поменяется. И, возможно, следующий, какая-то будет ситуация с сыном возникнет, и ты себя поймаешь на мысли, что, о, блин, еще хуже стало. Или, упаньки, а я как-то теперь более отстраненно на это смотрю. Только ты будешь знать, как это проявится или не проявится. Итак, фокус, что происходит? Ориентир сейчас предлагаю держать на фокусе. Говори, фокус. Микрофончик. Извините. Мне сейчас не хочется особо говорить. То есть эти слова вначале будут. Мое состояние опять что? Изменилось. Изменилось, да. Я поджала ноги. Отслеживать, что происходят какие-то изменения. Я поджала ноги, и вот на слова клиента мне начинает опять вот внутри дыхание труситься. Она поверхностная. Вот я как-то реагирую на клиента очень сильно. Как бы на органы мне сейчас тоже неинтересно. Вот туда. И я ее практически не вижу. Она в темноте. Вот как будто я ее теряю. Вот это то, что чувствую я сейчас. Ну, давайте объективно смотреть. Вот они сейчас нет того состояния, которым мы назначили Ксюшу. Ай! Знаете, о чем сложно? Меня судорога схватила. Судорога за правую ногу схватила. Справишься? Да, все нормально. Смотри. Ну, судороги, мышцы. Мы вмешались. Пошло изменение калия-кальцевого обмена. Но, опять-таки, почему я себя спокойно чувствую? У-у-у, ребятки. Здесь нужно определенное мужество. Я уверена в том, что то, что мы сейчас делаем, непременно будет иметь след в Таниных состояниях. Я доверяю Создателю, не шучу, что ее тело с этим справится. Так, что позволяю себе в этом находиться. Итак, кто из органов сейчас может уверенно сказать, что он по-прежнему никого не видит? Вы мне все неинтересны. Я даже выключалась. Меня вообще никак не интересует. За что у нас отвечают легкие? Говори, говори сердце. У меня состояние, будто бы я сейчас свалюсь в оморок. Мне хочется здесь тереть. У меня вот это, ну, кружится голова. Вот, вот, как бы, так вот по кругу. И будто бы сейчас вот-вот я потеряю сознание. Когда сердце говорит, у меня все сжимается вот здесь. Очень тяжело дышать. Ещё раз смотрим. Внимание. Почему? Когда говорит сердце, оно ничего не даёт, не даёт силу лёгким, получается. Им плохо становится. Толстому кишечнику плохо становится. И вот это, она вся в движении, вся эта связь. И смотрите, сейчас мы с вами будем наблюдать следующее. Я попрошу Таню. Тань, сними вот так вот очки. И 12 раз так сделай. Сюда пальчики поставь, в серединку под глазки. В серединку вот. Сюда. Я просто с телефоном. Ничего страшного. Ты нам не нужна. Ты сейчас на меня посмотри. Просто сделаешь, а вы все наблюдаете. Смотри, Таня, что сделаешь. Так, спокойненько так вот вдох. Выдох. Опять вдох. Ощутимо. Выдох. Вдох. Выдох. Работай вот так вот. Просто работай. Просто работай. Так, чтобы ощутимо по коже было. Придавливай. До ключи зашла в сторону и вернулась сюда. Сердце что происходит? Микрофон или включай? Я своими словами скажу, как в своей библиотеке. У меня состояние такое сопротивление, потому что мне хочется просто потерять сознание. То есть мне так легче. Мне бы легче, чем это все принять, мне бы легче выключить. И я вот такое, у меня идет сопротивление. То есть у меня какое-то как решение выключено. Ну, это назовем одним словом напряжение. Селезенка, что происходит? Я почему-то смотрела вот там, где клиент, тут на вот этот кружочек. Почки что происходит? Ну, я вот на селезенку вообще не смотрю. Когда сердце, говорит, у меня кружится голова. Просто головокружение. Смотрите, когда сердце, говорит, почки, смотрите, они должны влиять на сердце, они не могут ему огня подкинуть. И печень не могут огня подкинуть, да. Соответственно, сердце не способно управлять с легкими. А селезенка с чем у нас связана? С желудком. Легкие. Что сейчас происходит? Таня, продолжай вот это движение. На кожицу дави как следует. Я все время что-то подъедаю тут. Ну, не хватает. Семочки грызу. Семочки грызу. Сейчас что-то меняется в твоих состояниях? В твоем состоянии. У меня? Да. Не достаётся. Я вот в процессе я себе вот это грызу семочки. Я на этом все сосредоточу. Хорошо. Хорошо. Тань, достаточно. Возвращайся, садись. И сейчас, пожалуйста, такое-такое глубокое-глубокое дыхание. Вот так вот просто руки вверх. Вдох. Хороший выдох вниз, плавный. Посмотрим сейчас, как на это лёгкие отзывутся. Ирина Германа, можно сказать. У меня вот это внутри, оно стоит, что у меня сопротивление, ну, как жизнь. Жизнь и сопротивление. Я прям... Ну, износилась, тяжело, устала. Фокус, говори. Вот то же самое я хочу сказать, что даже что-то мне вот так тяжело. И я уже устала. Вот то, где солнечное сплетение, то лишь желудок, большая тяжесть. И вот я сижу, постоянно так вот убираю. Мне кажется, будто... Вот чувство такое, будто кто-то марлю так положил в меня. Я через неё дышу, я не могу надышаться. Я дышать хочу. А я не могу, мне не хватает просто воздуха. И из-за этого мне плохо. Танечка, глубже вдох делай, мягкий длинный выдох, лёгкий. Что-то меняется у тебя? Ну, вы вот когда сказали там что-то, там, какую-то фразу дыхание, я такая, ну, как бы вниманием, но я вообще свои ожидания ещё жду. Но на дыхание я отреагировала. И вот когда Аксюша говорит, что у неё марлечка, что ей тяжело дышать, я тоже, как бы, начинаю такая, ну, типа, да, да. Я согласна. Я, ребят, не случайно вывожу без конца круг усин, чтобы мы с вами понимали. Сегодня мне так понравилось, как девочке на одном из первых наших обучений, из России несколько девочек было, племянница как раз моя была, она мне говорит, тётушка, знаешь, что я чётко вынесла, там, там, драки всё, что без дыхательной гимнастики никуда. Что без дыхательной гимнастики. И у неё вот уже несколько лет она, ну, там, взрослый сын, мои внучатые племянники, да, муж. У них дыхательные практики, любимые для всей семьи. Если удастся вас заразить этим же самым, именно заразить минуткой тишины и дыхательными практиками, я считаю, что мы с вами уже не зря повзаимодействовали. Что сейчас, Ксюша, у тебя? Мне хочется сказать, Наташа, хватит есть, потому что вот тут всё равно, вот знаете, как будто вот меня здесь вздуло прям, вот тут вот у меня вздуло, вот, и мне так же самое всё равно. Вот на глаза, но на глаза немножко стало легче. Не такая сухость в глазах, но дышать всё равно мне тяжело. Ну, хотя я уже смотрю на клиента, там свет появился. То есть какие-то признаки жизни, скажем так, вот это я стала замечать. Потому что, когда я туда смотрела, я её теряла. Вот я её реально теряла, и мне ещё хуже становилось. А когда Оля сказала, что я не хочу жить, это было в точку. Вот, реально. А сейчас я смотрю, что вот я её вижу светом. Как-то вот, ну, для меня это важно. Обратите внимание, фокус – это состояние Тани. Нам самим поговорить со своим состоянием практически нереально, правда? Вот даже сейчас перед собой в зеркале разговариваю, из зеркала-то мне голос не пойдёт, правда? А вот сейчас посмотри, Таня, твое состояние, твой организм. Начинается некое соединение. Какие у тебя сейчас физические ощущения, Таня? Ну, у меня есть какие-то неврологические боли до области живота, до бёдер. Мы называем это что? Я не чувствовала себя так, конечно, вначале. Правильно. Печень мне уже больше понравилась, только что понравилась, теперь она исчезла куда-то, не знаю. А теперь посмотрите, внимание, внимание, смотрите, что происходит. Вот это то, что мы называем, включаются процессы саморегуляции. Как что пойдёт? Не знаю. Сумеешь помочь дыхательными упражнениями. Даже вот самая крутая медитация – это стакан воды или приятного напитка, большой, и медленно глоток, вдох-выдох. Глоток, вдох-выдох. Состояние безмыслия. Самая шикарная медитация для здоровья. И очень простая, согласитесь? Да. Очень простая. Фишка одна делать надо. Ты со свечой продолжаешь работать, Таня? Да. Я надеюсь, неистово. Вот просто включила, села, и хочешь читай там, ну, держи. Сколько времени держишь-то, чё? Шесть, то есть восемь минут, когда-то. Таймер ставь. Фокус говори. Опа, фокус разошёлся. И я что-то вообще изеваю, и всё. Я даже под одеяло залезла, я замёрзла. И я что хотела сказать, всегда я постоянно забывала. Когда я смотрела на почки, когда я на них обращала внимание, в тот момент, когда они меня слепили. Я смотрю вот очками, и он как будто меня отталкивало постоянно. Вот так. И сразу возвращалась опять до клиента. И вот сейчас то же самое повторилось. Думаю, не, надо сказать, потому что я постоянно забываю. А у меня такие ноги тяжёлые, кажется, они у меня такие огромные, и тянут меня под стол. И прям вот, особенно правая нога, аж горит стопа. Вот она говорит, мне приятно. Мне хочется, чтобы она почему-то сняла очки. Я начинаю согреваться под одеялом, и меня начинает попускать моё тело. Я начинаю легче дышать. Дыхание тяжёлое, но оно уже спокойнее. Вот сейчас я начинаю успокаиваться. Я вижу хорошо Таню, клиента. Я вижу... Как-то все сейчас в свете в таком у меня пошли. Мне легче. Но мне хочется прям же... Ой, Таня, Ира, очки-челачки, я не знаю. Я позерковью. Ладно, я сниму. Сердце, держи мысль. Или держи мысль, Наташа. Говорите легкие. Ой, подождите, а что я хотела сказать? А, когда она сказала, что начинает меняться, и у меня такое, всё, закрыли все рты, и давайте, знаете, вот какой-то такой, типа, тишина, созерцание. Ну, какой-то такой процесс, короче, другой, не вот это вот всё, поняли? Так, обратите внимание. Ребят, не парьтесь сильно что-то там запоминать или понимать. Наша задача, чтобы все звучали, все звучат. Что ты, сердце, говори. Ну, у меня уже, как бы, я меня раскрутила, я начала видеть снова Таню, и у меня такое, ну, как будто... Смыслы. У меня слово смысл. Ну, если я буду работать, то мне нужны смысл. Я как будто на неё смотрю, а смысл, ну, смысл жить, вот эти нет смысла. У меня всё внимание на неё, потому что я вроде как бы уже активировалась жить, но слово смыслы вот идёт. То есть обратите внимание, по большому счёту, по большому счёту, я не случайно сказала, не углубляйтесь. Наша задача, чтобы каждый орган позвучал, чтобы поменялось состояние, а тело само разберётся, как наладить этот процесс. Ну, в принципе, процесс держит расстановщик. Вот моя уверенность в том, что должно так, я это понимаю как утосну. Сейчас, но обратите внимание, у кого сейчас что поменяется? У меня уже, я хочу спать. Отлично. Я устала, я как бы выполнила свою работу, я хочу спать. Я всех вижу, всё прекрасно, всем спасибо. Как-то так. У кого что ещё мне? Мне тоже хочется тишины, покоя. Ставьте меня в покое. Буку захотел спать, ушло напряжение. Лёгкие сказали, хочу тишину. Усталось, да. Что? У меня как-то усилилась отрыжка, но всё-таки вот что-то у меня... Она начала проявляться, эта отрыжка. Да, да, она усилилась, да. Движение пошло. Так, что ещё? Почки что? Очень спать хочется. Такое состояние, упало, ноги под стол меня тянут туда. Вы наблюдаете, что сейчас будет. Сердце, что происходит? Ну, какой-то момент перед этим я перестала смотреть на Таню, смотрела на вас. Теперь я смотрю на Таню, мне хочется снять очки и прям просто её увидеть. Мне приблизить её к себе хочется увидеть. Селезёнка, что у тебя? Я смотрю на фокус и на клиента. Когда говорят органы, я их всех вижу. Опаньки. Теперь у нас и печень более-менее в контакте видит, и селезёнка более... То есть мне важно, чтобы вы отмечали, есть перемены. Таня, что с тобой происходит прямо сейчас? Устала тоже. Вообще, почему нету печени? Я как бы возмущена. Почему она исчезла? Ну, ладно, это уже тревоги ума. Ощущение усталости есть, Таня? Да, есть. Пожалуйста, вот так вот руки положи к сердцу и скажи, дорогое моё тело, я остаюсь в намерении поддерживать тебя. прости меня, пожалуйста. Обязательно склонись хорошо. Дорогое моё тело, я остаюсь в намерении поддерживать тебя. Прости меня, пожалуйста. Идеальная форма баланса – это шар. Согласна? Матка за родыш. Когда мы кланяемся, складываемся, когда у нас эго ниже сердца, мы как бы всю нашу энергетику куда? Как бы балансируем. Особенно вот так. Не бойтесь кланяться, ладно? Поднимайся, Таня. Здесь мы остановимся. Благодарю всех. Спасибо всем за работу, девочки. Благодарю. Кто может помнить? Благодарю вас за работу. Благодарю, что поработали для меня. Я буду признательна, если ты будешь оставаться в наблюдении, чтобы мы могли, все участники процесса могли понимать, что сегодня они работали, ну, с одной стороны, каждый сам для себя, с другой стороны, на тот баланс равновесия, который позволит тебе идти по жизни через твои трудности и не платить за это чем? За здоровьем. это разменная монета наше с вами здоровье. Нам сильно не все равно, как жить. Нам сильно не все равно, как жить в здравии, активными или немощными. Или немощными. Страх напрячь своих детей лично меня побуждает чуток шевелиться. Не знаю, на все воля Божья. Но особенно, когда не хочется ничего делать, я думаю, у Боньки так и лежачей быть не хочется. Это лично, стряхнулись. Напоминаю, кто что увидел, услышал, что мы сейчас делали. Лена, говори. Налаживали связи прежде всего между органами. Самое главное. Как происходило налаживание связей? В том, что туда внимание направляли. Все. Можно говорить, можно не говорить. Напоминаю, порядок непредельно важен. Здесь можно было вообще молча работать, органы только писали, что происходит, а клиент мог только наблюдать. Итак, уточняем. После снятия, после благодарности все вернулись в свое исходное состояние? одно крутится, что мне хочется сказать почкам, что я их вижу, они такие красивые, и даже я их люблю. Это единственное, что мне хотела сказать, я не договорила. моё сердце. Так. Вот. Сердце кухонное. Так. Подумайте сейчас, все, кто был особенно носителем информации, о своих органах. «Почему?» Почему? Ладно, не будем сильно в сторону уходить. наше общение с самого начала я вас настраивала. Да, я хочу быть убедительна для вас, что знать свое тело, понимать, как о нем заботиться, это залог не просто здоровья, это залог пролонгированной эксплуатации тела, потому что его изнашиваемость будет тогда уменьшаться. И если я понимаю, как еда становится мной, если я понимаю важность действий, например, той же дыхательной гимнастики, важность той же самой минутки тишины, хотя я готова вместо этого употреблять слово медитация, молитва. Я знаю достаточно большое количество людей, которые в церковь ходят, им страшно сказать, что я в церковь хожу, я все делаю, тра-та-та-та-та-та-та-та. А жизнь моя меня не устраивает. Что стоит за этим? Надежда, что вместо меня что-то сделает Бог. Понимаете? Я очень медленно шла к пониманию этих вещей, и я уверена, что скорость, с которой мы сейчас все меняемся, эта скорость вам всем по силам будет. по силам будет вам. Сейчас мы с вами сделаем небольшой перерыв. Хватит вам минут 7. Встать обязательно, стряхнуться обязательно. Даже хорошо, пусть будет 10. И сделаем еще одну работу. Выживете? 20. Сейчас что у нас? 20.30 возвращаемся. 10.30 10.30 1.30 10.30 Продолжение следует... 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 мужа я собачу и кажутся ну так давайте дальше кидом получается я изначально меня под назначили селезенкой я сразу увидела сердце так было только одна голова это поле полоска яркая знаешь какой красивый такого-то прям огненный для меня такой оттенок была решена такая мне было очень хорошо в теле у меня была легкость комфортно мне нормально мне легко дыхание у меня ровная но единственное что я ощутила правый левый глаз вернее в левом глазе как-то так вот как что-то то ли дергается хоть такое не мое такое состояние я когда начал на него обращать внимание мне сразу пошла я увидела почки его знаете почему то ну прям даже запах какой-то у меня такой получился болото не знаю вот прям вот и прям картинка такая вся расплывается если в сердце мне классно вот почки я вижу как-то мне оно как затягивает мне что-то вот такое и потом я стала ощущать правую эту сторону почки все но я с восхищением слушала сердце ну тут если брать по кругу у стен да селезенка коли бачи почки в принципе тут ирина германова цех контакт есть получается так но я дивлюсь а я відкрила в себе молодец 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 конечно смотри что здесь еще получается ребятки на строгие считается чем эмоциональным взрывом пограничное состояние можно попасть что сейчас у леночки сердце обслуживает в первую очередь органы эмоциональное состояние тоску по родине условно говоря нормально отлично все отлично все идет отлично это что дальше да мы или на колы это чуете як реагируете я бачу цю заложность цели зинки и почек и я кажу чему так дальше давайте прозвучим почки только в меня назначили я сразу стала чувствовать обе почки и у меня взгляд был вправо и куда-то туда в сторону и меня вообще не интересовало что происходит здесь да я вот туда куда-то смотрела и вот была вся вниманием своим там но когда заговорила сердце ну как бы это привлекло мое внимание я очень реагировала вот ну как бы мне захотелось вернуться уже никуда не смотреть а вот слушать что говорила сердце и в принципе только сердце я и вижу вот больше я никого не вижу я киви читали на на слова почек некая связок есть начинаю понимать о чем это благодарю я это слышу я говорю этому да у меня как-то прямо сейчас сердце стало так вот учащено биться как бы вот как это ну да у меня очень большой отклик такое как и волнение и и радость что это увидели лена почка кого бачишь сейчас лена стала видеть ну вот сердце вот сердце я вижу если вот клену теперь вижу а так я я даже специально смотрю и я как вот как не вижу хорошо что в печень прозвучить ну я видела изначально только сердце вот всех остальных ну так просто слушала так сердце больше всего привлекает внимание мне какие-то странные такие но я бы назвала их дурацкие мимики вот я все время что-то ртом такие какие-то вещи делаю как дебильноватая какое-то что-то такое потому что вначале когда сердце говорила я просто посмотрела на себя в экран я даже ну как на нее смотрела потом себя увидела у меня вот какое-то такое дебильное лицо было то есть это у меня какая-то мимика странная все время на сердце алену бачишь ну вот сейчас посмотрела ну когда она там что-то говорит да я как бы на нее смотрю но вообще смотрю на сердце а так так и сердце да да связок с сердцем и бачишь хорошо легкий у меня были назначили я одразу голову подквернула я не могу ее поднять потому что у меня сзади тут тисне и я одразу бачила тільки сердце и у меня такое вражение как воно на меня тисне ну то то вот у меня вот эта зона опущена голова и тут тисне и с сердцем вот где какие-то контакты воно на меня как тисне я не могу поменять свою позу потому что воно придавило меня тут с верху и тисне а кого бачишь ну ну больше всего сердце я спочатку бачила тільки сердце когда говорила еще говорили почки я тоже их бачила ну это наверное закономерно что сердце тисне легене так стан сердца я описала спочатку какие-то ощущения получается что все сосредоточено на сердце сердце легене связок так сердце тисне на легене в сердце с усіма органами есть звездок тоже сильный я это бачу я скажу цьому так я бачу як тяжко моему сердцу и как все органи намагаются его витягнуть что поменялось после этих слов в органе марина можно я скажу как сердце да на протязи того как каждый орган говорит что меня бачить у меня появился связок с каждым я чувствую в себе какую-то силу силу духа я чувствую что у меня великие груди вот как у меня тут вот так вот прям вот я такая прямо тут у меня так прям в очень классном сенсе вот такой прям что мне так подобается что я делюсь на себя тут как раз так падает камера или что что у меня тут так и я хочу у меня такое бажание взять все органы и как хоровод водить спевать в песне и вот у меня есть я знаю где моя сила я знаю где моя коренья я знаю кто я и и спочатку когда Львина сказала что я от повернулася я зараз не до ну Польши да мне было так сумно а я потом когда каждый орган говорил у меня так было впечатление что я знаю кто я я знаю где моя сила я знаю я знаю что и мне прям каждый орган хочется взять и это спевать песене стрибать через какие-то там костри сгадывать каких-то своих там знакомых историй и я настолько себя классно почуваю так что я так думаю ну и что я знаю где я что и очень доброе ощущение и другие органы как поменялся стан после того как проговорили мне например когда говорит сердце мне еще больше вынесло в правую сторону мне так тяжко мне вся вся сторона прям придавлена на правую сторону мне прямо с экранами не вытянуло вынесло перекосило сюда но тут я бачу что мы динамику можем пойти так мы туда не будем идти мы бачим я думаю сегодня нет смысла туда идти развернемся потому что нам с вами надо отработать и убедиться что сам факт вот такой коррекции сам факт вот такой коррекции он уже что-то меняет то есть мне цель чтобы вы в этом убедились а по вопросу уходить в динамике мы с вами еще не один раз поговорим на эту тему потому что смотрите мы же с Леной работаем без запроса понимаешь если у нас прозвучал запрос там про отношения с кем-то еще там что-то еще может в этом был смысл разворачивать а здесь первое мы договорились отрабатываем протокол стабилизации психоэмоциональной сферы и физического состояния ты задавай сейчас вопросы может там у Лены ощущения какие-то в теле меняются можно сюда мне хочется понять что мне нужно дать легким чтобы им стало легче ощущение в теле сердце начало быстрее биться и почему-то я не вижу печени и мне это тоже волнует волнительно а что легкие исчезли ну потому что мне продавила тяжесть то есть мне продавило все я прямо так на всю руку и выпало а что может стать для вас ресурсом легкие ну сейчас как Оля подымаюсь на меня давят то есть на меня давит сердце Наташенька шикарный вопрос но давайте смотрите мы имеем дело с энергоинформационным состоянием наших органов органы могут иметь свое мнение какое-то нет поэтому здесь будьте очень осторожны не будем путать системными семейными мы же их касаемся здесь Наташа у тебя желание возникло правильно эти легкие выпадают вправо мировоззренческие позиции Лены в большой степени скорее всего зависели и от папы в том числе это так ли Лена или не так ну да вот и системные динамики по мужской линии здесь они аж просятся а у Лены смотрите Лен что сейчас вот смотрите наблюдайте вопросы которые Лена говорит и отвечает Лена наблюдает за своим состоянием или ей управляет скажем так активность ума активность ума что хочу понять что хочу отлично это важно но не сегодня но не сейчас поэтому сейчас давай Наташ команды команды да Олечка просто нам вот если как информация вот тут у меня что-то такое что меня сюда давит придавит что-то слева мне давит направо и тут его багато мне тисно оця ну тут что-то давит на меня во много обещала зарекалась не вмешиваться ну посмотри вот Лена тебя пытается увезти она ведь я хочу понять как помочь легким и так далее это отдельный этап чуть позже потом а если плена чуть-чуть сказала слышу ну-ка подожди там в предыдущей работе без конца говорили самый простой доступный способ помочь легким что ребята дорогие мои легкие я обещаю вы просто не забывайте этого просто не забывайте и отталкиваться от задачи задача вывести снять напряжение в органах пусть звучат все шикарно идет наташа продолжает Лена давай промовим дорогие мои легкие дорогие мои легкие я обещаю заботиться о вас я обещаю заботиться о вас дыханием че як вы там працюете якось да по меридианам да работе дыхательную гимназию я роблю її ну наверно мало ну у меня таке что тут не про меня турбоватись надо турбоватись про цей орган який на мене давить потому что в мене просто придавили ну в мене як відчуття як че серце ме придавило я типа я то нормно просто воно в мене давить зверху типа турбуйтесь что в мене давить ну я відчуваю до речи як серце я себе відчуваю великое у меня таки великое у меня как бы места развернуться нет ну серце на легене іде так тут стрілочка то есть зв'язок есть серце легене а и кишечник там получается тонкий кишечник а что с тонким кишечником подождите не про кишечник когда начала говорить сердце говорить какое оно большое оно главное оно любви к украине оно прям там оно что посмотрите огонь да напряжены что сосуды напряжена что центральная нервная система да 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 внешний огонь внутренний огонь его получается очень и очень много и легкие что вот это вот связочка вся она на они воспринимают как давит давит да да вот я почему говорю что здесь смыслу дальше идти потому что здесь и питание раз очень много огня чем огонь компенсироваться может вода водой водой конечно да холод жар холод возможно здесь извините меня просто промасливание кокосовым маслом даст толку больше чем что то еще ну что легкие да дыхательная гимнастика это святое это замечательно занимательное но горелочку надо что прикрутить протащить прикрутить здесь конечно и травки а травки они могут нести провокацию очень многие кто начинает идти травки и так далее и так далее она это реакция какая реакция может подниматься и многие из присутствующих уже знают эти вещи и самое главное мужество Наташа все отлично не ведись на клиента знаешь они тут все умные знаешь сколько идей а еще я тут буду со всеми этими идеями подсказывать что куда как до утра не управимся задача какая вывели звучат вот пусть звучат а Леночка потерпит даже если ей не нравится что как идет она тут маленькая клиент пришла просить ручки подставила и принимай принимаю умы за рта выпустить надо ЭГО почесать Хухону хорошо давайте дальше послухаем органы área мне так хочется сказать что у меня прекрасно я вот как слушала сердце у меня прям прекрасное состояние такое помнить немного энергии Я по-прежнему не вижу ни селезенку, ни легкие, ни печень, но я вижу клиента, я вижу сердце и у меня очень хорошее состояние. Почки видят сердце, это хорошо. Что оно что? Вот что оно на легкие-то давит. Потому что Лена жизнерадостная. Она жизнерадостная, она разносторонняя, она глубоких знаний. Она сейчас сидит, вы смотрите, как сердце говорило вначале, она увернулась с Украины. А эту энергию дают в первую очередь что? Почки. Почки? Да. Поэтому тут вот в чем опасность? Не радоваться, не огорчаться. На-блю-дать. Дать. На-блю-дать. Понимаете в чем опасность? Нашему мужу надо, чтобы все было хорошо. Чтобы сейчас все стали здоровыми, счастливыми, богатыми. Это правильно. Упаси вас Господь от этих идей отказываться. Это я не вам говорю, а я себе говорю. Так хочется на все наплевать. А нельзя. Молодец, знаешь, поэтому вот в эту обманку не лезьте. В христианстве есть понятие прелести. Когда описывались монахи, уходившие из отворничества, и там все сияло, в келье сяевое. А это прелесть. Это лесть, которая делает тебя, как и Бог. Бог за бороду хватит. Наташенька, не верь сейчас этим почком. Ну, тут разошлись. Энергия цива, она нужна. Молодец. Хороший. Хороший. Хорошо, а як ж жиху тихомэрить почка? Давай ты дальше посмотри. У тебя ж есть потрясающий инструмент. Вот пусть Лена и говорит. Только не в гордыне я говорю вам, да, и тра-та-та. Ребята, теперь я это вижу. Теперь я это вижу. Я об этом знала или что? Или не знала, или я догадывалась. И не обещаю, не бросаемся вообще. Я выращиваю намерение. Я остаюсь в намерении, чтобы у нас вранья не получилось. Уж какой самый большой грех? Каяться второй раз. Мы сколько обещаний давали? Я в октября так давала, в пионерах давала, в комсомольцах давала, мужу давала. Господи, прости, Валерочка, царствия небесная. Сколько обещаний-то какие выполняем? Поэтому тут осторожней с обещаниями, ладненько. Наташ, всё отлично, стряхнись. Слышишь, уважаемая Наталья. Ну-ка давай, становись руководителем клиники, пятая, десятая, давай рукой води. И студентку играй, требуй давай. Дорогие мои почки. Дорогие мои почки. Я побачила, как вы работаете. Я побачила, что вы хорошо работаете. Но я всегда думала, что вы плохо работаете, и поддавала вам жару весь час. Пусть прощения просят. За гордость. Я прошу прощения. Не, подожди, пусть расстановщик тебе предложит это сделать. Хорошо. Пусть прощения за свой жар, який поддавала. Я прошу пробачения за жар, який я поддавала. Весь час, думаючи, что вы плохо в мене працюете, вы сейчас заставляете працювати все больше и больше. И залишаюсь в намері нормализовать свою функцию почек за счет відпочинку, за счет водички, больше пить. Нормализовать свою функцию почек за счет водички, спокойствие, спокойствие, спокойствие. Как почки чувствуете? Мне вот это все перечисления, оно мне вообще никак. Но когда Лена начала говорить, у меня стала падать энергия. То есть я до этого сидела, такая улыбка на все лицо, и я такая вся звезда. А когда Лена стала говорить, у меня такое ровное состояние, но и уровень энергии падает. То есть я как становлюсь меньше, как у меня значимости меньше, и как немножко у меня стали побаливать почки. Даже не побаливать, а как я их чувствую, как тянет немножечко. Но однозначно у меня уровень энергии понизился. То есть я у меня уже не так много. Может, тут выгоднее употребительство стало ровнее? Один орган не может тянуть на себя. То есть нас может смусти... Вот Леночку подалеку, клиентку, может смустить фраза, да, понизился уровень энергии. Подсознание как это воспринимает? Ну, убыток, плохо. Понимаете, в чем дело? А мы же говорили огонек притушить. Поэтому вот не бойтесь этих слов. Ну, вот как было перевозбуждение, а сейчас как вот такое ровное состояние. Вот и все дела. И потом, знаешь, вот здесь, смотрите, если что, вот эти обещания, что мы говорим, я остаюсь у намерения, мне нужно время подумать. Я подумаю как. То есть всегда зазор себе выгодно давать, да? Молодцы, круто, давайте. Хорошо, дальше давайте. Кто-то там у нас, печень. Точно не звучал. Я тут. Да, Селитана, да. Печень засыпаю. Да, я засыпаю, смотрю на сердце и засыпаю. Это информация про печень, или это вашей стан? Нет, я не хотела спать. Скорее всего, что это информация про печень. Мне кажется, что это ощущение в теле, как поменялось у вас, когда промываю печень? Мне начинает подниматься тревога, потому что я уже 17 дней на антибиотиках, и мне кажется, что вечером я уже начинаю чесаться, что почти тяжело. У меня сердце колет. Ну вот у меня связь сердца, но сердце колет у меня. Вернее, ну как вот здесь вот, в подреберье. Но не где печень, а где наоборот слева, где поджелудочное. И кого печень бачи? На кого? Сердце. На сердце. Угу. Сейчас тихнул. Наверное. Можно промовить, что дорогая моя печень, я разумею, как тебе тяжко. 17 дней в антибиотике. Нет, тут про антибиотики можно не обязательно. Дорогая, я теперь вижу, как тебе тяжело. Здесь, понимаете, обещала молчать, не получается. Сейчас у Леночки что опять сработает? Страх ума. Ах, антибиотики плохо, ах, печень перегрузили. Ребятки, в американских фильмах про свадьбы как? Если у кого-то есть сказать что-то, скажите сейчас или молчите до веку. Приняли решение, начали пить таблетки, с врачами соединились. Кто главный в этом вопросе? Врач. Все. Все. И молчите до веку, пока не выполните то, что предписал доктор. Тебе будет, Наташа, труднее всех, как врачу именно. Что? Ты разбирайся. Если ты приняла решение, что клиент не готов, там травки, что-то там ищу, видишь, что тут сработают лекарства, вот становись врачом и не парься. Не про печень, не про что. Как тебя научили в ВУЗе по протоколу работать, так и работай. Потом шаг в сторону, с другим будешь по-другому. Поэтому это очень важно. Сейчас, когда Леночка начала говорить, поднялась тревога. Лена, тебе понятно, что тревога поднялась? Почему? А что есть установка, антибиотики – это плохо. Антибиотики – это плохо. Когда, как, для кого, если они сейчас тебе продлевают, спасают жизнь, значит, главный доктор – все. Потом разберешься про абиотики, там как печень поддержать. Промовляемо, да? Я бачу, как тебе тяжело. Берега моя печень. Я бачу, как тебе тяжело. Кажу, цьому так. Я кажу, цьому так. Это необходимо для моего периода жизни. На данный момент это необходимо для моего жизни. Я принимаю это. Я принимаю это. Не оставаюсь в намерении, и завершать на тебя увагу, поддерживать тебя, поддерживать. Прислуховаться до тебя. Прислуховаться до тебя. Как меняется стан печени? У меня что-то какая-то злость на нее. Типа, что-то я ей не верю. Такое у меня. Ребята, шикарно. Печень-то что сделала? Активизировалась. Никогда не бойтесь вот этого злости, там еще что-то. Печень не может не злиться, она ничего не может делать. Она или активная, или неактивная, или пустая, или наполненная. Помним, что мы сейчас с энергетикой органов работаем. Лена, как вы себя почуваете после всего всего, что мы проговорили? Ну, вот печень я почувствовала. Сейчас. У меня тяжесть пошла в подребелье, в правом. И как-то дискомфортно сидеть. То есть получается, что когда я сижу скрюченная, мне захотелось выровняться, чтобы дать место печени. Наташенька, спроси ее разница в состоянии, когда она вошла, вот процесс расстановки. И сейчас, в чем разница? Есть изменения в теле, как вошла в расстановку и сейчас на разе? У меня? Да. Есть. У меня дискомфорт расплывся. Он не настолько сосредоточен в одном месте. Он расплывся по всему животу. В том месте, где был сосредоточен, он меньше стал. А получилось так, как будто он растекся и стал слабший. Наташа, блестяще. Смотрите, мы работали с состоянием в моменте. Состояние было одно, и сейчас оно что сделало? Поменялось. Это так, Лена? Да. Наташенька, вот здесь спокойно можешь завершать работу. Скажи, мы будем надеяться, что включились процессы саморегуляции. Или если кому-то есть что-то сказать, пусть еще звучат. кто хочешь сейчас сказать? Я хочу сказать. Я поднимаю руку уже пятый раз. Меня никто не увидит. И дело в том, что когда изначально звучало сердце, когда она рассказывала, как она большая, она так чуть наполовину вылезла, я думаю, она сейчас лопнет. Она сейчас просто лопнет. И вот когда легкие уже легли, а мне кажется, у меня столько хватает силы, у меня в реальности столько силы внутри. Я себя хорошо чувствую. Сейчас помогу сердцу, и все будет хорошо. Но мне начало постоянно перебивать почки. Я поднимаю руки, постоянно почки. У меня почки начали раздражать. Потом сижу, опять меня никто не спрашивает. У меня особо таких ощущений не было, только вот правая сторона, вот тут как повышение, чуть-чуть держала. Все. Я хорошо наблюдала, но мне хочется вот именно расположиться, значит, вот служить этому сердцу мне хочется. А потом сижу и думаю, и когда уже заканчиваем работу, думаю, ну сейчас встану, уйду, и я посмотрю, как вы будете без селезенки. То есть получается, про меня забыли вообще, а я ее, это все, сердце пытаюсь держать, пытаюсь эти почки оторвать. Они исчезли, думаю, слава богу, тут нету, без них будет уже легче, их меньше стало просто. И после того, когда исчезли почки, легкие стали, легкие стали, легкие выровнялись, потянули шею. Думаю, вот оно. Сердце видно только одну голову, то есть оно тоже опустилось. Начинается какой-то вот этот вот баланс, но меня опять никто не видит. А я тут сижу, такая вся яркая, такая картинка, столько света, я саму себя вижу, но меня никто не видит. Я такая, ну капец. Ну вот как-то вот так, вот на этом. Давай скажем, дорогая моя селезенка, я тебя побачила. Я тебя побачила. Я дякую тебе за то, что ты в меня такая яскрава и працюешь для меня. Дякую, что ты в меня такая яскрава и працюешь для меня. Я скажу этому да. Я скажу этому да. Я принимаю твий стан. Я принимаю твий стан и твою турботу про меня с вдячностью и любовью. Да. У меня глубокий поп пошел и у меня тепло именно в животе. Вот просто тепло в животе. То есть я себя и так чувствовала прекрасно, а сейчас я довольна еще. Скажем так. Ну вот как-то так у меня. Опять меняется. Вот так эмоционально больше, наверное, чем физически я ощущала что-то. Хорошо. Дякуемся, Лизонька. Оля Левки. Ну я таки хотела подтвердить слова Ксюши, что реально мне стало легче. Я выривнялась после того, когда почки проговорили с почками. И тогда я начала поступово. У меня начебто появилось место, где мне расправиться. Воно как бы так. Все появилось, я расправлялась и дуже багато зевала, зевала, и зараз у ней норма. Посмотрите, ребята, в какой обман я могла бы и я вас ввести. В правую сторону отношения с папой, пусковые механизмы, мужской линии. А всех дел. В почках много, в сердце много огня. Почки, что? Слишком активные. Чуть-чуть, это что? Разрядили. И легкие, это что? Выпрямились. Вот будьте внимательны. Это как игра на музыкальных инструментах. Это все здесь. Просто не вестись на собственные страхи. Шикарно. Давай дальше. Хорошо, Лен. Давай промовим. Дороге мое тело. Можно я еще скажу? Я хочу еще сказать. Когда у меня нормализовалось уровень энергии, я стала всех видеть. Абсолютно всех. И я... У меня хватает обзора. Я абсолютно всех вижу со всеми в контакте. И у меня хорошее состояние такое. Но самое главное, что я всех вижу. Угу. Хорошо. И кто еще хотел сказать? Серце? Да, сердце. Ну, а я такая вся, типа, что я не в центре уваги. Что? В чем дело? Я відчуваю, что я так, типа, зменшилась. Я прям не гадую. Я прям в таком цьому. Я... У меня как задача привернуть до себя увагу. Мне хочется оцей волос распрощить. Какой-то поклассе на голову якийсь венок собі. Типа, гоф. Я тут звезда. Ну, то вот таки. Прям така вся. Ну, хорошо. Мы звертаем увагу, Елена. Давай промовляемо. Дорогие мои органы. Дорогие мои органы. Я дякую вам за информацию. Дякую всім вам за информацию. За синхронизацию. За синхронизацию. За те, що включаются в меня процесы саморегуляции, дякуючи виведені информации. За те, что в меня включаются процесы саморегуляции, завдяки виведені информации, проявленные. И я залишаюсь в намері Я залишаюсь в намері Підтримовать вас. Підтримувати вас. З любовью відноситься до своих органів. З любовью до вас відноситись. Помічать зміни, які проходять в них. Помічати зміни, які в них відбували. І пробачте мене, якщо я навредила вам, можна поклон зробити органу. Благодарність уходить, да і все, служить ж. Бог поставил служить, а не служить. Ну, поклон благодарю, поклон, да? Дякую вам. І подожди, теперь подожди, подожди, пусть народ понаблюдає, як їм этот поклон-то. Есть реакція? Нет реакції? Скажи, Ксюш. Ну, у мене таке сладжується сейчас впечатление после этого всего, що я тут самая сильная. Я тут так работаю, у мене тут столько энергії, у мене тут столько всього ресурсів, я такая сильная, самая-самая сильная из всех, не знаю. Тихо-тихо-тихо, нормально, земля. Что у нас основа-то есть? Есть земля? Ну, так чувствую сейчас, что вот именно во мене столько сил спать, я не буду, наверное, у мене энергії поднялось. Угу. Тей стан змінився, який був на початку і зараз? Змінився. Відчуття ті в тілі, які були? Вони повністю помінялися. Минулий раз я говорила, що вони якби розплилися, дискомфорт по всьому животу. Зараз я не відчуваю дискомфорта. Можливо, там десь-десь далеко, трошечки. Але зараз таке враження, що почав в мозок щось сопротивлятися і казати, да, ні, так не буває, з тим, що тут відбувається. І, ну, оскільки я зараз кажу, поки мозок, побудь, пожалуйста, в тишині, то таке враження, що він починає гудіти, так якби звертає на себе увагу. А в тілі я почуваю добре. Ми можемо на цьому закінчувати? Лена, можемо на цьому закінчувати? Да. Знімайте тоді ролі. Дякую. Знімайте інформацію замість на цьому. Знім дякую, дякую. Лена Герна, можна випрос? Да, да, да. У мене було ощущення, що у серця тоже переизбыток вот этого возбуждення энергії. Як можна в серця вот этот, ну, этот градус немножко понизить? Смотрим. Сердце сейчас такое же, как в начале? Нет. Градус понизился? В секунду. Внимание. Нет, ну вот когда она говорила последний раз, когда сердце последний раз говорило, что, да, вот как-то у меня было ощущение, что вот, ну, как-то, о, сестра, ты такая же, как я, что тебя спирают. Посмотрите, давайте посмотрим. Леночка, как мы с тобой познакомились? Я на мастер-классе делала тебе работу, которая, как была заявлена, стабилизация психоэмоциональной сферы. И у тебя тогда в процессе состояние что? Поменялось. Поменялось. Я не задавала вопрос, или, по-моему, задавала, как долго это продолжалось там или еще что-то. Понимаешь, давай теперь посмотрим. Мы потом с вами созвонились и как бы все объяснили. Ну, отлично. Смотри, давай так, ты же у нас боевая командирша, так или не так? Ну, да. Да. Вот твое сердце тебе и показало. Это классно, это здорово, это круто, ты горы можешь тянуть, но речь идет об изнашиваемости органов. Понимаете, как? Поэтому твое любимое упражнение, твое любимое упражнение, это все наклонные позы, чтобы эго было ниже сердца. Понимаешь? И чтобы сердцу не надо было вот так вот, вот так вот, вот так вот выполнять. Какие функции? В первую очередь, сейчас опять я буду против себя работать. Сердце мы воспринимаем как насос, который кровь качает, да? Ну, так или не так? Да. Тогда надо маму воспринимать как молочную ферму, которая молоко дает. Ну, так или не так? Вот особенность нашего мышления, когда три в одном, сто в одном, и получается, что твоя значимость, твое достоинство, твой сильный дух легко переходит в гордыну временами, когда ты готова неосознанно перетягивать одеяло на себя даже там, где надо. Ты украинка. Сердце показало, как ты к родине, я не знаю, к родине или как, не важно, относишься к стране. И тебе это важно, тебе это хорошо. Но что мы четко увидели? Что в результате идет изнашиваемость материальной системы. У нас нет ни у кого из вас в школе нигде. Хорошо, если повезло чуть-чуть. Нас не учили быть хозяевами своего психоэмоционального состояния. Правда? Угу. Вот сейчас мы с вами, вы все увидели, что сердце поменялось, почки, что поменялось, но самое ценное. Наташ, ты погляди, что ты сделала. Вот ты как расстановщик. Здесь, если человек обучен только семейной системе, семейно-системным расстановкам, ой, легкие, они упали вправо, все, это отцовская линия, это отношение с папой. Я же там даже задала вопрос. Какой я вопрос задала? Кто твою мировоззренческую позицию больше определял? Папа, ты же мне не возразила, Лен, правда? Да. Я от этого не отказываюсь. Но нам есть смысл идти в папу, семью, или сделать коррекцию в моменте для вот нынешнего состояния Лены. Можно все понять про систему, про все мироздание, а тело не выдержит. Поэтому я уверена, что вы будете в числе тех новых расстановщиков, которые будут понимать, что основа для человеческого существования строиться должна здесь, сейчас, сегодня. Сделали уже системные семейные расстановки свою, привлекли внимание, что надо что уважать тех, от кого жизнь пришла. Вы сегодня готовы в обнимку спать со всеми фотографиями, которые у вас есть. Как же, а рот? Вы что, рот не уважаете? Понимаете, какие? Мы положили все фотографии в кровать, телефон со всеми, гугл-диск, все, что там на нем есть, туда вот, и будьте счастливы, что вы с родом. У нас есть клетка домика, в которой записан весь род. Слушай, какая умная. Молодец. Вот и кланялись. Вот и кланялись мы сегодня твоей клетке. Все вместе, вместе с тобой. Понимаешь? И я буду признательна тебе, если ты сейчас все мои слова про боевую командиршу, про неосознанное перетягивание, там вот, тут вас в гости пригласят, вы придете, а все будут не на хозяйку, а на вас смотреть. И не хозяйки на пирог хвалить и кушать то, что она поставила, восхищаться. Ой, какая гостья пришла, в каком костюне пришла. Ой, она аж лучше хозяйки, уж она старше. Мы ее теперь слушать будем. У нас очень много вот таких состояний, когда мы неосознанно, неосознанно перетягиваем одеяло на себя, бежим, стараемся. И согласитесь, когда почки начали говорить, что энергия падает, что ты испытала, Лена? Страх. Понимаете? А оказывается, это не энергия. Просто почкам показали, ваша задача вот так работать, а не вот так вот. систему. Вот мы с вами все вместе, и я в том числе, вот вместе с вами прямо сейчас проникаюсь уважением к слову баланс. в оркестре один инструмент ведет только тогда, когда в партитуре это что? Написано. А ежели там в партитуре не написано, то сидит первая скрипка и молчит. Сидит гобой и что делает? Молчит. А потом дирижер говорит раз и начали звучать какие-то инструменты. Так вот этим дирижером природа является, потребности организма является автор всего, создатель. А мы даже не дирижеры, не знаем. Мне трудно определить мое место вот в этом оркестре. Может, потому что сама еще не во всем разобралась. Поэтому я с восхищением отношусь ко всем, у кого хватает силы идти вот в эти знания. И у меня к вам вопрос. Все учебные программы идут по-разному. Есть двухдневки, трехдневки и так далее. Ну, вот уже четвертый год работаем в режиме 2-3 встречи в неделю. И убеждаемся, убеждаемся, что окончательного ответа, как правильно и лучше работать, нет. Вот в следующем цикле трехмесячном, а он, понятное дело, тоже не последний, мы хотим попробовать примерно такую схему. Три дня подряд, неделя большой паузы, три дня подряд вот такой работы. Мы думаем с Дашей, как лучше сделать. И здесь, сейчас, простите, скажу так, не вы главное. Нам важно еще подумать о том, чтобы у нас хватало сил на подпитку, на внимание к себе, чтобы к вам приходить вдохновленными, активными, не в той степени, ах, ах, бегом, взяли, побежали, а вот в той степени ровной активности, чтобы у вас энергии прибавлялось после занятий, чтобы вы не уходили после занятий. Я вам, обратите внимание, даже не советуюсь, просто ставлю в известность, что мы в размышлениях. Вот, давайте так, кивните головой или поставьте, у кого получилось все-таки посмотреть то, что я просила, две работы в штаньков, Андрея и Ирины? У Оли получилось. Я это отношу не к тому, что вы какие-то, ребят, вы все как загнанные лошади, в прямом смысле слова, и мы с вами такие же. В прямом смысле. Я не расслышала. А, и Наташа... Дивилась, но не до кинься. Не, ну я просто о чем рассказываю? Как мама, как бабушка, как работающий специалист. Я четко предполагаю, насколько вы все перегружены. Я представляю, да, представляю, Наташа, Лена Подолюк, как ты перегружена эмоциональности, события, какие есть на всем. Вот здесь удержаться в получении знаний очень непросто. Если есть мотивация, например, с нашей стороны, с моей, с Дашиной, ерунда все это. Мотивация или человек работает над самым мотивацией, тогда это будет по силам получать эти знания. Два слова. Очарование и разочарование. Чары. Платон Лукашевич, одноклассник Гоголя. 17 языков мужик знал. Исследовал язык. Книга у него есть потрясающая. Чара, мутия. О том, как менялась информация в книгах в первую очередь. Как очаровывали, запутывали, чтобы раньше времени знания не падали на неготовых людей. Чтобы раньше времени не падали знания на неготовых людей. Я очень уважаю Стругацких. Кто сталкивался с их произведением, трудно быть богом. Там это советское время. Значит, там космонавты попадают на планету, которая, как в Средневековье. И вот там Антон в Королевском дворце. Правила гигиены пытаются в дворце научиться пользоваться носовым платком дам и кавалеров. И вот через месяц, буквально через два, у всех были эти платки. Их наматывали сюда, вешались сюда. Но никто никогда не делал вот так. Вот эта история мартышка и очки. То же самое происходит с расстановками. Духовная личность Берт, духовная личность Идрислава, их еще несколько людей, продирались, вдруг поняли, что информацию можно выводить сюда. И вдруг сообразили. А, мама, папа, все понеслось, понеслось. И перемены, у кого-то есть перемены. Я прошу вас буквально обратите внимание. Все, с кем вы разговариваете про расстановки. Каких людей будет больше? У которых есть фактические перемены на следующий день или через неделю? Или у тех, кто сказал, ой, да, я стал другой, да, но жизнь у меня как была непростой, такой непростой осталась? Больше таких. Явных перемен все восхищаются. Ах, как интересно. Ах, и вот пострадали, порыдали. Боже, какие истории, какие там были расстановки. Как это глубоко. Настоящая энергетическая практика расстановочная. Это тихо. Это очень тихо. Там появляется глубина, там появляются другие измерения. Я сейчас, наверное, страстная, когда говорю об этом. Потому что, особенно вот последний год, у меня очень меняется отношение к расстановкам. Я в них влюбляюсь, вижу в них потрясающие возможности. А что не потрясающие? Он познакомилась с Леной на мастер-классе. И ей в считанные минуты, мы же там коротко работали, так, Лен? Да. Да? А состояние поменялось. Так? Вот мы сейчас, Наташ, как ты себя чувствовала, когда ты работу вела? Ну, уставши сначала, в кельце проснулась себя бодрячком нормально. Ну и все. Ну и все. Я понимаю, что вот почему я любила в классе, мне самое главное было, чтобы дверь была закрыта, и ко мне никто не лез. И на расстановках, когда я их осваивала, была та же самая история. Когда никого нет, ты соображаешь, пробуешь, пробуешь, пробуешь. Не бывает плохих расстановок или ошибочных, или еще каких-то. Музыка бывает либо вдохновляющая, либо убивающая, либо не производящая впечатление. Так примерные расстановки. Поэтому, мои хорошие, у меня к вам просьба. Вдох-выдох. То ли вы себя поддержите напиточком, то ли с внутренним, да, во мне все есть, я достану, да, и найдете время, сегодня понедельник, ну, до среды, так до среды. Старайтесь все-таки посмотреть еще раз эти две работы, почему я на них опираюсь. Они короткие, они готовые. И там я достаточно много комментариев даю. Задача одна, чтобы вы спокойно понимали, что с расстановками есть смысл не расставаться, а себя есть смысл уметь, и что сделать? Успокоить. Итак, буквально одно-два слова, один-два человека. Чем сегодня занимались и о чем вам это? Для меня о балансе. Шикарное слово. У меня неожиданно, вообще не связано с нашей темой занятий, ну, я занимаюсь рунами, и там же этот рагнарек, и я все, ну, вот все у меня с этим рагнареком никак не складывало, ну, как бы я не понимала. А сегодня, когда вы приводили пример, да, как там зарождается человек, все процессы, и вот для меня так очевидно стало, что вот, ну, мир тоже так развивается и в какой-то, ну, и мы рождаемся для того, чтобы умереть, да, и вот этот рагнарек и есть вот этим моментом ухода для того, чтобы вернуться в каком-то другом виде. Для меня это какое-то сегодня такое ошеломляющее открытие. Спасибо вам большое. Я поздравляю тебя и благодарю. А для меня наконец-то стал понятен Лев Николаевич Толстой и все рассуждения по поводу смысла жизни. У Толстого есть статья, отношение искусства, ой, сейчас, Господи, выскочило название, неважно, ее убирали даже из литературы, почему-то жена про Бога. Когда я училась, эту статью читать нельзя было, потому что мы же были эти атеисты-материалисты, да? И вот Толстой описывает отношение искусства к действительности. И Толстого там фраза такая говорит, если искусство не ведет к Христу, это не искусство. И вот для меня сегодняшнее одно предназначение, если человек не идет к высшему, к тонкому, к свету, ну, значит, он пока не человек. Он пока кто? Искатель, который ходит по кругу. Но это мое. Каждый имеет полное право. Я теряюсь, когда мой брат говорит, дядьке, он у меня на 5 лет, правда, моложе, да, ему 66-66 будет. Вот. Значит, он говорит, я не знаю, как относиться к Богу, я не знаю, есть ли Бог, нет ли Бог. Это говорит человек, который всю свою жизнь речит людей. Он доктор широкого профиля, руководит там крупным центром реабилитационным, да? Но для него, он чудом выжил, сложнейшая судьба у него. А я с ним на эти темы не разговариваю. Как вы думаете, почему? Ну, вы на разных высотах об этом думаете. Слово на ситане подходит. Разные миры, да? А племянник мой, шикарный, замечательный адвокат, тоже из России, единственный из всей родни, которому в 13 год, он в веру раны ушел, веру именно в Бога. В 13-м году он боялся сойти с ума. Он говорит, я не понял, что мне показали. Ему показали войну, которая сейчас идет, в 13-м году, то есть еще до 14-го года. Мы тогда с ним там успокаивались. И вот утром сегодня в переписке он говорит, так я так и не понял, зачем мне показали. Я говорю, тебя приготовили. Он, как что? Я говорю, ну, понимаешь, ты же тогда с ума не шел? В Лавру сходил. Он как раз у меня в гостях был. Я вообще не понимала, о какой войне, о чем он говорит. Я просто думала, что это, знаешь, бабушки, дедушки, воспоминания чьи-то там чужие. И сегодня я ему написала просто одну фразу, переписка была длинная. Я пишу, понимаешь, Артемушка, говорю, Бог не спустится к людям. Это наша задача, туда что сделать? Подняться на более высокие вибрации. До меня это начало доходить, что падать вниз перед Христом, стать маленьким, стать, да, но для того, чтобы встать на плечи Христу и вникнуть, через что он пришел к тому, что там описывают. И нам не важно, и не важно, с другой стороны. Но задача-то сегодняшних людей идти дальше, выше, шире. И, к сожалению, большая часть, и я в том числе, еще совсем недавно, я в том числе принадлежала к числу тех людей, которые вот так вот вперед, быстрее, сильнее, выше. И про смерть говорила формально, и слово «переход». Не так давно слово «переход» в сети стало звучать, правда? Всегда все выражали сочувствие, еще что-то. И вдруг несколько лет назад начали появляться фразы светлого перехода этой душе. Поэтому, не знаю, сегодня я не боюсь вот в вашем присутствии говорить, что если человек понимает, что надо расшириться, выйти на уровень вибраций, при этом не мешать никому идти своей дорогой к этим вибрациям, значит тогда сменить мерность бытия есть возможность. Просветленным может быть светом только свет, сам создатель. А мы можем только стремиться к просветленности. Мне же так хорошая шутка есть, как говорят, когда ты просветлеешь, ты как печку топил, так и будешь топить, как дрова рубил, так и будешь рубить. Пока ты в теле, ты будешь заниматься тем, что нужно для чего? Для тела. И какие трудности испытывают те, кто не такие, как мы? Композиторы, музыканты, художники, исполнители, актеры. Ну это же мучительный поиск. Как можно выразить то, чего у тебя нет? Смотрите, какой степени наполненности, непонятной наполненности. Те творцы, которые скульптуры, танцы, еще там что-то. Ну, как правило, в жизни это очень сложные люди. Согласны? Как правило, единицы актерских семей, которые живут с одной парой, единицы и так далее. Поиск, поиск, поиск. Я приветствую каждую вашу ошибку. И опять фраза, которую буду часто повторять. Гена Крахмалюк сказал, коллега мой. Там, на третьем потоке этого Лена у Проскуловском. Ох, как я хочу сбить. Наверное, нет, но еще один поток еще выдержу, а дальше сбегу я с этой программы трехмесячной. Не знаю. Гена сказала такую фразу, когда старец, один старец, он повторил его фразу, что пришла к нему грешница большая, вот она ему там каялась, каялась во всех грехах, он дитятка. Я тебе так скажу. Ты ничего не можешь сделать такого, чтобы Бог перестал тебя любить. Вот так он, этот старец, и Гена, как-то он так это сказал, мне это как-то вот вовремя. Это вот те дни, когда мне как раз упала про Христа клюисская фраза, что если ты думаешь, что ты знаешь все, но ты не знаешь себя, значит, ты не знаешь ничего. И вот как Гена эту фразу сказал дитятка, старца этого, ничего ты не можешь сделать такого, чтобы Бог перестал тебя любить. Понимаете как? Ой, я хочу вас отпустить с этой фразы, а то я уже чувствую остановиться не могу. До встречи в среду. Хорошо? Пишите, пишите, пишите. Я буду рада, кто мне напишет, что я увидел в работе вот того выпускного, в тех двух выпускных работах. Доброй вам ночи. Приятных снов. Спасибо.